Смотрите выпуски. Дата отключения водоснабжения в Биробиджане переносится. Уровень грунтовых вод не дает коммунальным службам приступить к ремонтным работам. К директорам образовательных учреждений нареканий нет. К приемке детских садов и школ к новому учебному году приступили в Биробиджане. Работа на предупреждение о нарушении серия обучающих семинаров для наблюдателей на выборах в сентябре пройдет в муниципальных районах ЯО. Попались на камеры видеонаблюдения. Жители Биробиджана пойдут под суд за кражи в магазинах. Отключать водоснабжение в домах Биробиджана, как планировалось в эту субботу, 19 августа, не будут. В организации «Облэнергоремонт плюс» сообщили, что из-за высокого уровня грунтовых вод работы на магистральном водопроводе переносятся. В сентябре прошлого года при проведении ремонта из строя вышла задвижка, и город временно остался без воды. С чем это связано? Если помните, в прошлом году меняли задвижку, думали обойтись без отключения планового. К сожалению, работа довольно-таки глобальная, давление в магистрали упало, и водоснабжение практически во всех домах по всему городу прекратилось. В этом году работы продолжаются, другую задвижку меняют на другом участке магистрального трубопровода. Теперь городским властям и коммунальщикам предстоит выбрать другой день для проведения работ. Если делать это в будний день, то будет парализована работа детских садов, образовательных учреждений, и их придется временно закрыть. Поэтому ремонт проводят в выходной. Никита Натапов, Денис Листюхин, Новости, 21. К приему образовательных учреждений к новому учебному году приступили в областном центре. За летнее время детским садам и школам предстояло провести большую работу. Привести в порядок внутренние помещения, группы и классы, пищеблоки и санузлы. Где-то отремонтировать кровлю и выполнить косметический ремонт. У нас в двух группах была полностью заменена электропроводка на более современную, более качественную, что в дальнейшем, конечно, поможет избежать каких-то нарушений по пожарной безопасности. В одной группе было полностью заменено сантехническое оборудование у детей в туалетной комнате. В составе приемной комиссии вместе с остальными заинтересованными службами в осмотре принял участие и мэр Биробиджана. И если к внутренним работам и подготовке в самих учреждениях никаких замечаний не было, то вот к обустройству прилегающих территорий возникли некоторые вопросы. Есть ряд моментов, в которые уже директоров детских садов не зависят. Очень много вопросов, нареканий у меня вызвало асфальтирование 15-го детского сада. Визуально было видно, что грунт не подготовлен, плавы, поэтому заставили подрядчика менять часть асфальтового покрытия, да, утрамбовывать грунт. Напомним, замена асфальтового покрытия и обустройство прилегающих территорий детских садов проходит в рамках президентской дальневосточной единой субсидии. В этом году работы проходили в шести дошкольных учреждениях. В планах обустроить оставшиеся 14 детских садов. Андрей Кирюшин, Денис Листюхин, Новости 21. Консультативное совещание с участием представителей избирательных объединений, политических партий, общественной палаты и руководителей территориальных избирательных комиссий состоялось в обл. избиркоме. Главной стала тема подготовки и участия в выборах наблюдателей. Несмотря на эффективность данной меры контроля, действующим законодательством предусмотрены четкие требования к этому элементу избирательного процесса. Буквально уже меньше 20 дней остается до первого дня голосования. Голосование у нас будет трехдневное на муниципальных выборах 8, 9 и 10 сентября. И сегодня у нас такое консультативное совещание именно по организации работы с наблюдателями. У нас сегодня изменилось законодательство в отношении наблюдателей, поэтому все новые нормативные акты, которые мы сейчас рассмотрим, именно по обучению наблюдателей, по своевременному предоставлению заявлений от наблюдателей, чтобы у нас не было никаких нарушений уже на самих избирательных участках. То есть работаем на предупреждение ошибок. Сотрудники обл. избиркома уже подготовили пакет методических материалов. Зам. руководителя комиссии Ольга Ефимова подчеркнула заинтересованность всех сторон в проведении в ЯО максимально прозрачных выборов без нарушений. Уже со следующей недели начнется серия семинаров для наблюдателей на первых площадках в Биробиджанском районе. Полностью же пул наблюдателей должен быть сформирован не позднее 4 сентября. Вячеслав Пасманик, Константин Земляникин, Павел Славин. Новости 21. Серия краж из магазинов одежды и алкогольной продукции зарегистрирована в Биробиджане за минувшие сутки. В областном центре задержали местного жителя, который совершил кражу джинсовой одеждой в торговом центре. Он спрятал под корткой несколько вещей и покинул торговую площадку. О пропаже товара на сумму свыше 7 тысяч рублей в отдел полиции сообщили представители магазина. Несмотря на головной убор, закрывающий лицо злоумышленника удалось установить и задержать. Часть товара 42-летний мужчина реализовал случайным прохожим. Не так давно случилась подобная ситуация. Злоумышленником оказался человек, находящийся в федеральном розыске. Набирает товар и пытается выйти. Ну, тут его контроль задерживает тоже. Он говорит, отпустите, больше не буду и так далее. Проходит секунд 20, он поднимается по центральному входу на эскалаторе на второй этаж. И берет две куртки. С этим товаром мужчина успел скрыться. Сумма кражи была незначительной. Но правонарушитель из раза в раз, повторяя свои действия, усугублял наказание. Все факты кражи были зафиксированы на камеры наблюдения. Правоохранительные органы отреагировали предельно оперативно. Ну, некоторые ходят как на работу сюда. Вот. Ну, знаете, как веревочки не виться, конец всегда найдется, я же путается. Вот. Фактов много. Ну, наверное, пока некоторые в отпусках. Но факты зафиксированы и будут всегда приявлены. Правонарушителей наблюдают не только старожилы торговых точек. Продавцы отмечают, что людей, прошедших за легкой добычей, видят сразу. Но наглость налетчиков не имеет границ. В одном из случаев молодой человек произвел кражу прямо напротив кассы. Желание быть незамеченным у парня не сбылось, так как и тут все зафиксировали камеры. Мужчина похитил две бутылки алкоголя и три плитки из шоколада. Ущерб владелец магазина оценил на сумму свыше 3,5 тысяч рублей. Сотрудниками полиции установлены подозреваемые, как я уже сказала, задержаны, дают признательные показания. На сегодняшний день эти кражи все будут квалифицироваться как преступления, и по ним будут возбуждены уголовные дела. Граждане должны не забывать о том, что сегодня любое правонарушение, которое происходит в общественном месте, сегодня все равно оно будет рано или поздно раскрыто, и это преступление будет на их счету. На сегодняшний день камеры видеонаблюдения позволяют установить личность и оказывают большую помощь сотрудникам правоохранительных органов. По фактам преступлений решается вопрос о возбуждении уголовных дел и привлечении подозреваемых граждан к ответственности. Также сотрудники регионального управления МВД России напоминают гражданам о соблюдении мер предосторожности в обращении с имуществом, чтобы не создавать провокации для криминальных деяний. Екатерина Кувалдина, Богдан Патрин, Денис Листюхин, Новости, 21.